Это Раджилов! Это Раджилов! Вроде все знакомые, все на доверии. В конечном итоге я узнал практически последним, когда отозвали лицензию. Тот самый лопнувший банк принадлежал Сергею Кононову. Когда-то с Александром они были приятелями. Деньги Радулов перечислял на банковский счет фактически под честное слово учредителя. Он мне в разговоре постоянно говорил, что если ты придешь к нам в банк, то если что-то случится, отберут лицензию или будут какие-то моменты с банком, что я смогу свои деньги вытащить оттуда. Когда в 2015-м банк лишился лицензии, Радулова уверяли, его деньги продолжают работать и вернуть их можно в любой момент. Главное не поднимать шум и не обращаться в полицию. Чтобы успокоить хоккеиста, ему передали два помещения в центре Москвы стоимостью якобы около 25 миллионов долларов. Позже выяснилось, цена недвижимости завышена в несколько раз. Но и это еще не все. Земля принадлежала не компании, не Саше, а принадлежала государству. Плюс, кроме этого, за аренду земли никто ничего не платил. И Александр еще должен 15 миллионов за то, что он не платил якобы аренду за данное помещение. Чтобы разобраться в ситуации, юристы Александра Радулова пришли в одну из компаний бывшего банкира Кононова. Но здесь им явно были не рады. Вызывайте полицию! Вызывайте полицию! Найти в офисе самого Сергея Кононова не удалось. С представителями хоккеиста и отцом Александра Радулова, которому до сих пор не переданы документы на ту самую недвижимость в центре Москвы, экс-банкир согласился общаться только по телефону. Сам Александр Радулов уже улетел в США. Там на днях у него начнутся командные сборы. В Москве у хоккеиста осталась другая команда юристов и адвокатов, которым теперь предстоит попытаться найти исчезнувшие полтора миллиарда. Александр Радулова